привет привет сегодня с вами прогуляемся по магазину магазин находится санкт-петербурге на улице калантай а группа вконтакте орха мир девочка продавец ирина я приехала к не забирать своих азиатских подростков потому что основную часть своих подростков я заказываю у ирины и пользуясь случаем хочу вам показать у нее всегда наличие практически есть какие-то интересные редкие сорта голландских орхидеек посмотрите какая красота мне просто было из рук не отпустить но я отпустила красавец такой да сейчас вы знаете все эти сорта идут без фактически без названий то есть как бы только догадываться остается а вот это вот такой же экземплярчик только эта бабочка такой же сорт слушайте какой он красивый вот в живую просто класс каждый раз когда вот так вот я все это пересматриваю на телефоне думаешь блин ну как так но вообще не передать потому что ну это не сравним с тем что мы видим живую орхидейки всякие разные на любой вкус у нее есть пока она мне там собирала моих подростков я быстренько пробежалась по магазинчику и для вас сняла красоты посмотрите какой яркий лимонный big lip слушайте чего только нет у нее по два по три там по одному экземплярчику очень интересных сортов и конечно да хочется все у нее каким образом происходит группе вконтакте продажа она на стене вывешивает свободные экземплярчики девочки разбирают кто успел тут и съел как говорится и какие-то вот то что я сейчас снимаю уже выкупленные экземплярчики какие-то свободные какие-то еще даже не выставлены в общем красота насмотрелась на всю эту красоту поехала домой с своими азиатскими подростками вот это вот бабочка это тоже хит сезона очень красивая классная бабочка вы знаете а я вот ищу какую-то идеальную лимонную бабочку если вы знаете какую-то идеальную лимонную бабочку напишите мне сорт с удовольствием поизучаю посмотрю хочу какую-то классную оба конечно это просто красота она в очень фотогенична и на видео и на фото и в живую она просто звезда здесь у нее пилорик скажите мне повороте на повороте пилорик повороте в общем разные абсолютно орхидейки на любой вкус насмотрелась на дендриков думаю надо мне какой-то заказать они невероятно красивые классные цветы просто бомба они вот здесь вот она говорит в дороге стрессонули но тем не менее посмотреть на сорт можно очень классные тоже как-то пора бы уже разбавлять фаленопсиса какими-то другими орхидейками мне в коллекции вот в этот я влюбилась пилорик он как раз таки тоже такой лимонный здесь знаете прям вот идеально у меня передалось поймать его оттенок на видео тот самый редкий случай когда это совпадает с реальностью очень классный вот что-то как-то вообще у меня запал она его пока еще не выставила на продажу буду за ним следить рыжая серединка пилорика суперский тоже ну куда же нам без кадиллаков кадиллаков в этом году не тоже было очень много как и всех других продавцов и вот это мне очень понравилось она такая сложная по цвету у нее сами вот с тыльной стороны цветочки зеленцу а спереди такие черничные красивые еще одна очень бесподобная красавица бабочка так мы сбалывались уже этими бабочками до невероятно круто можно конечно бесконечно на все это любоваться но мне как всегда надо было бежать как всегда забежала на полминуты к ней магазинчик и что успела сняла по форме мне очень эта бабочка понравилась очень красивая и вы знаете там главное стояли белые бабочки и я же в последний момент на выходе увидела думаю дай сниму как будто так и надо подумаешь белая бабочка да в общем избаловались избаловались мы всякими разными бабочками нас уже мало что может удивить но все-таки иногда может вот здесь вот танго или маракеш три липсик очень классно вот именно в три липсе он бесподобный ну и какая-то красота без названия невероятной вообще просто шедевр реальности суперская орхидейка кстати вот еще вот эти вот интересные очень слушайте даже не помню как они называются надо мне расширять свой кругозор знаний в области орхидных и не только фаленопсисов а вот так вот выглядит коробочки когда приходят орхидейки потому что не все она мне выдала там несколько орхидеек остались коробки потому что мне надо было бежать а эти подросточки едут домой сейчас будем с распаковывать смотрите что я привезла тырочки но такая красота так они в коровке классно вообще просто ну давайте разбирать видите на них следы от дождя такой ливень у нас сейчас был просто пока я несла полтора метра по улице намочились так ну есть разные всякие вообще варианты давайте будем каждый рассматривать по отдельности это у нас me too king пилорик посмотрите светоносом но красота красота цветонос может быть и за куклица но тем не менее вот такой вот супер высушенный будем вот как я люблю по капельке отпаивать посмотрите видите какой вот новенький листик в такой пятнышко так мне это нравится но потом видите он когда вырастает листик у метушки он становится уже обычным это красавица номер один так что у нас дальше это так а это у нас джой спринг канале или кеннери джой желтый классный просто бомбический сорт так я его хотела это вот от джоя конкретно пришло джой вот мы смотрим в каком состоянии приходят орхидеевшки в размере 2 и 5 очень хорошее состояние то что высушен это хорошо будем потихоньку отправить так что у нас дальше дальше у нас а это джанет брендан как бы бабочка очень я буду ждать ее цветение она такая ну как айскрим до от соня то есть что-то такой же аналог сорта или один сорт как это делается у них как-то все но в общем джанет брендан очень бомбическая бабочка не было у меня раньше удивительно и кажется но уже у всех есть немножко там я смотрю что желтит на шейке листик ну разберемся посмотрим вот так вот такое состояние смотрите прекрасно корешочки проглядываются ну давайте на контрасте посмотрим и фон прислал просто посмотрите что-то с и фоном произошло я вам хочу сказать и вот ирина тоже жаловалась она говорит блин и фон что-то последнее время как-то косячит в общем у них была распродажа на новый год вот это крисмас короче там какая-то распродажа и пришло вообще конечно качество какое-то странное мягко говоря но вот это была специальная какая-то акция у них нам так смотрите это принцесса кура бе 3 с и с то есть как бы это какая-то бомбическая бабочка и посмотрите что это просто реально сеянница я вообще не уверена что там хоть один ну там я вижу проглядываются корешочки но вот такой вот понимаете 1 из 7 у и фона то есть это реальный просто фласочник стопроцентно ну ладно будем как-нибудь выхаживать но это история на пять лет в общем и причем не дешевая не сказать что по цене фласки это приобрела такое конечно сюрпризы от и фона в общем так а это вообще такая классная вот типа такой паучок здесь что-то нечитаемое написано для меня у и фона всегда вот так вот написано кстати вот но вот ира тоже жаловалась и говорит что-то и фон прислал в этот раз и два и пять один и семь и не понравилось но вот это вот принципе еще ничего смотрите даже тут корешок проглядывается и не один и цветоносик тут я вижу и вроде бы даже такой не закуплены но посмотрим причем второй цветение видите такой малыш уже 222 цветоноса выдал сухой легкий общине весомый будем по чуть-чуть и его приводить жизнь так и вот еще ой сухой это у меня ой неопознаваемый но это тоже какой-то у меня гибрид по моему насколько я помню был интересный так это они этот леопард принца голден леопард в общем у всех уже тоже есть и вот он наконец таки есть у меня ну посмотрим сухой просто посмотрите просто сухарь будем его приводить чувство ну тургор как бы есть у него но вы видите да даже выпал оттуда нам ничего не такой выхаживали но это конечно уникальный случай и звезда просто звезда сегодняшнего дня посмотрите какой красивый просто посмотрите на это это просто шедевр от мету это у меня гибрид мету рефлекс dragon и мету love это бомба ну это просто бомба посмотрите и на корни полный горшок корней и цветонос и цветонос у него кстати посмотрите никакой не замороженный то есть вполне себе может быть он дальше процветет но вот на эту листу как можно вообще быть таким красивым ну вот это конечно классика мету в общем вот такая вот у меня коробочка сюрпризами приехала сегодня вы знаете еще три орхидейки заказана но мир этом столько коробок был разбор это куда вписалась со своими этими самыми да вот так что я думаю что ближайшие пару дней на все разберет и по возможности доеду заберу еще три орхидейки то у меня три гибрида вот мету причем но такие там малыши один из темно там именно интересные очень гибриды в общем вот такая вот сегодня у меня красота теперь будет чем заняться до на канале будем потихонечку отпаивать и приводить чувства еще хотела пару слов сказать о поставщиках ну как во всяком случае о поставщике вот мне первый раз на моей памяти мне кажется первый раз вот такая бомбическая орхидея пришла от шайнинга шайнинг первый раз я заказываю ну красота да тоже и фон но вот это было не какой-то там не знаю мэри крисмас альбом там скидочный да обыкновенно просто альбом обыкновенный сбор и тут хорошие качества то есть и фон что последнее время если как-то типа акция по скидке ничего хорошего лучше не ждать во всяком случае как-то такая вот тенденция так а вот это а джоя вот этот спринг кеннери джой это у меня пришло именно а джоя причем а джои приходят обычно какие-то если 1 из 7 вы заказываете совсем малыши там фласочники а в 2 и 5 посмотрите мне кажется очень даже достойный пришел экземпляр чек жду еще от от пома что очень конечно интригует потому что от пома как правило еще и 1 из 7 там такое но просто очень мне хотелось определенные гибриды они были только в таком размере вот так что посмотрим что придет до сниму не в этом ролике уже следующем и все я я по-моему все забрала все свои заказы знаете зимой сидишь заказываешь а потом когда начинаешь весной вот это носиться забирать это конечно да но что делать что делать некоторые сорта у меня уехали парочку отправилась мир иной я вам показывал предыдущем ролике корня этими листьями вниз орхидейку и одна все-таки у меня померла которая была у меня вместе с хоями как бы в тепличке там у меня была какая-то такая классная типа как розетта но что-то типа розетта короче просто ну он она никаких признаков жизни не подавала не стала вянуть и чахнуть листва я стала ее стволик обрезать чтобы посмотреть если там инфекция ну в общем он весь насквозь был черный хотя внешне она хорошо выглядела простоял у меня просто понимаете когда орхидейка не развивается и когда она просто не растет даже да вот не меняется не раскукливается то это уже такой большой звонок так с таким транспарантом там уже что все уже что-то не так потому что уже скорее всего пошла инфекция в стволике вот то что надо не ждать такие моменты хотя я любитель подождать и как бы типа сам оклемается но в этот момент тогда надо было мне конечно действовать не уверена что она бы спаслась потому что знаете 17 если пошла инфекция по стволику то это я считаю уже как бы приговор чужо там обстригать да нечего уже чистить зачищать нечего там вот как этот был малыш правда тебе нельзя показывать еще загнешься так ну что сейчас буду их отпаивать у меня главное эфирное масло стоит мелькает меня в кадре почему я вам не рассказываю скажите мне пожалуйста почему я вам про них и рассказываю я как-то в начале своего блогерства так скажем что-то рассказывал об этих маслах но эта часть моей жизни понимаете они настолько уже внедрились в мой ну мы ежедневный какой-то обиход что мне кажется как будто все все кто надо все все уже сделали выводы в общем это у меня здесь бергамот и у меня такой настольный настольное эфирное масло а и а на кухне я не знаю я вот тащусь просто от его запаха и я его добавляю еще в чай то есть я капаю вот беру тот самый как его прям флакончик я просто вот здесь у меня насыпать чай я беру капаю одну капельку этого бергамота это эфирное масло сто процентов натурально я добавляю одну каплю в эту банку ну когда примерно на него так наполнено закрываю крышку это у меня ложка очень трясу и у меня получается чай реально не с каким-то химической добавкой бергамота да а такой прям вы знаете он просто на языке чувствуется как будто я туда выдавила просто несколько шкурок но чем просто я не знаю надо как-то рассказать вам об этих эфирных маслах моих потому что как-то я что-то последнее время не рассказываю но это же на самом деле очень круто и полезная вещь я думаю что много кому будет интересно послушать и жизни применить так ну что в общем берем пол-литра воды и немного того сами знаете чего теперь нельзя как бы да как будто бы это говорить как будто бы я чё-то рекламирую вот и разводим и этого будет достаточно и вот смотрите я хочу делаю я смотрю если вот такой вот хороший вариант этот вот мой красавец то я даю сюда можно побольше налить можно налить на дно и он сам попьет у него неусушено вообще просто так вот знаете совсем корни так что ничего нормально вот так я набиваю чуть-чуть тоже чуть-чуть конечно и он буквально сразу все это выпьет так вот те которые ну совсем просто не кайкущие какая-то к примеру я беру наверное пипеточки вот такие вот три совсем просто чуть-чуть можно обернуть во влажное полотенце тоже кстати очень хороший способ у меня просто с времени на это нету так ну хотя это просто так то сделать вот буквально четыре пипетки ему дала все то что-то что-то там что-то что-то он да поймает какую-то водичку вот видите там чуть-чуть есть вот ему как бы пока норм и они у меня пойдут на карантин и столик будут там приходить в себя вот такая вот компашка моя полянка сейчас попьет и пойдет на карантин под под лампу сейчас им надо чтобы себя быстро хорошо прийти досветка тепло спокойно никто их не трогает не надо там сразу им протирать листья бежать и все остальное просто напросто спокойно пускай стоят я к ним буду подходить немножко их допаивать через день там каждый день смотреть ситуации и все как они более-менее вся придут я сделаю профилактическую обработку от насекомых потом уже подселю свою коллекцию недельки через две